Ну что, я предлагаю продолжить. Давай представим, будто бы мы только что пили кофе и были незнакомы. Ты очень игриво улыбалась, глядя на меня, и я почувствовал возбуждение. Мне нужно было уходить, но я заметил, что... Ты как будто бы хочешь, чтобы я остался. Мы оказались в твоем подъезде, и я пристально посмотрел тебе в глаза. Ни с того, ни с сего, прямо во время нашего разговора. И не отрывал взгляд. Ты тоже не отрывала взгляд. По моему телу прошлась волна возбуждения. И я прекрасно видел, что ты испытываешь нечто подобное. Я понял, что пора действовать, и нежно и страстно впился в твои губы. Это был самый страстный и неожиданный поцелуй в моей жизни. Я сгорал от перевозбуждения, и мои руки... Наконец, я запустил свои руки под твою футболочку, из-под которой за время всего вечера можно было разглядеть и желанные сосочки. Когда я прикоснулся к ним, ты слегка дернулась. Я понял, как сильно ты была возбуждена. Твои сосочки были твердые, как мой плен, который больше не мог оставаться в штанах. Что? Да не, не, не. Давай, да, я продолжаю. Тихо. Ага. Я был приятно удивлен тому, что твоя влажная дырочка не была прикрыта трусиками. Я видел, как твои ножки дрожали от предвкушения момента, когда мой плен войдет в твою распирающуюся от удовольствия дырочку. Но нужно было определиться, надевать ли презерватив. Я мечтал войти в тебя, чтобы сполна вкусить всю твою сочность. И медленно начал входить в тебя. Но не до конца. Но не до конца. Я видел, как тебе не терпится, чтобы я вошел в тебя поглубже. Но я не хотел поранить тебя. Я видел, как тебе не терпится, чтобы я вошел в тебя. Я видел, как тебе не терпится. Ага. Я видел, как тебе не терпится. Я видел, как тебе не терпится. Я часто стал вашимедлительным телефонам. Продолжение следует...